Добрый день уважаемые коллеги сегодня мы поговорим каким образом мы можем добавить аналитические разрезы для строк наших показателей как мы помним у нас аналитики в целом для наших показателей да есть сквозные есть дополнительные сквозные устанавливаются на уровне непосредственно отчета вида отчета дополнительные аналитики устанавливаются уже в структуре для каждого отдельного показателя что же собой представляет группа аналитик группа аналитик представляет собой набор этих элементов да то есть у нас есть пять дополнительных аналитик каждому из которых соответствует определенный элемент плана видов характеристик виды аналитик корпоративный читается все это очень сложно но выглядит довольно таки просто перейдем в систему и давайте посмотрим каким образом это можно добавить выбираем пункт бюджетерной отчетности анализ виды и бланки отчетов выбираем нужный вид отчета куда мы будем добавлять аналитические разрезы двойным нажатием мы попадаем непосредственно в структуру описания всей структуры нашего отчета и здесь мы выбираем редактировать строки и колонки таким образом мы попадаем в настройку структуры отчета непосредственно нашей табличной части да то есть где у нас отображены строки отображены колонки соответственно и вот наша группа аналитик который нам необходимо будет добавить отражается здесь сейчас пока ничего нет нам необходимо это нужно будет реализовать обратимся к нашему оригиналу да то есть ли той того отчета который мы реализуем и видим что аналитическое раскрытие у нас есть только вот для этих двух строк аналитическое раскрытие это делается по номенклатуре давайте это и реализуем для того чтобы для конкретного для конкретной строки добавить аналитическое раскрытие нам необходимо добавить группу аналитик она является надвойным нажатием и показать все мы видим что мы сейчас да у нас не пока никаких групп аналитик показатели отчетов не создана да и нам необходимо их создать нажимаем создать и видим как раз наш набор аналитик да то есть наша группа состоится с определенного набора как мы помним до 5 аналитик 1 2 3 4 5 и вот 6 наша аналитика это использовать дополнительное раскрытие по валютам та 6 аналитика то есть если у нас показатель даже учитывается в некоторой другой валюты от личной от валюты отчета необходимо нам это сделать тогда мы должны будем включить этот показатель и это наша будет 6 аналитика здесь же включается возможность разделения этих аналитик по проектам но надо быть очень аккуратным и вообще нужно понимать что добавляя аналитики дополнительные если у вас отчет является именно отчетом для ввода информации то по каждой аналитики потребуется эту информацию вводить переходим к созданию аналитики давайте как нибудь ее назовем так как нам требуется развитие по номенклатуре предлагаю им назвать номенклатуры но для того чтобы не путаться с оригинальным названием справочника потому что одноименный справочник есть у нас в системе давайте какой-нибудь символ допустим добавим высвязательный знак мы будем понимать что это у нас группа аналитик показатели отчетов да дальше мы должны будем добавить аналитику здесь тоже самое двойным щелчком открываем справочник вид аналитик корпоративный что же нам предлагается здесь отражены практически все аналитики справочники которые мы можем воспользоваться и которые есть в системе управления холдингом кроме этого важно отметить что здесь мы видим да тип значения и хочу сразу обратить ваше внимание что есть вот такой тип значения называется субконта управления холдингом это очень важное тип значения то есть этот тип значения позволяет нам создавать любые дополнительные аналитики если каких-то здесь у нас выборе нас не удовлетворяют и мы хотим откуда свою аналитику создать что в дальнейшей по ней делать аналитическое раскрытие уже показатели создается она здесь из этого справочника помощи кнопки создать да и мы видим да что тип значения которое нам предлагается создать сразу уже стоит субконта управления холдингом здесь можем создать любую аналитику да соответственно после создания это аналитика у нас появится здесь и мы смотрим и воспользоваться чуть позднее мы это попробуем сделать сейчас мы найдем нашу номенклатуру вот она здесь недалеко да вот который нас собственно интересует собственно на этом базовые настройки до раскрытия аналитического аналитического раскрытия заканчиваются здесь можем записать и закрыть вот у нас появилась новая группа аналитик мы выбираем здесь по сути дело нам просто необходимо продублировать эту же аналитику для строки стоимости закупки на форме мы увидим да что у нас произошло редактирование нашей структуры отчета и система нам предлагает зафиксировать настройку для того чтобы двигаться дальше это очень важный момент потому что пока от настройки не зафиксировано данные в систему не записано да то есть как бы ну по аналогии с тем как у нас документы требует проведения здесь у нас необходимо зафиксировать настройку для того чтобы эти аналитические раскрытия появились непосредственно записались уже в структуру нашего отчета что мы собственно сейчас и сделаем все данная структура отчета у нас изменилась теперь у нас есть аналитические разрезы в принципе можем отсюда выходить но обязательно здесь после выхода из этой структуры тоже вид отчета записать теперь если мы посмотрим наши показатели отчетов которые имеются у нас системы найдем те показатели которые мы только что делали допустим закупки стоимость цены двойное нажатие досмотрим и мы видим что у нас аналитическое раскрытие показателя появилась вот на наш номенклатура точно такое же аналитическое раскрытие у нас есть по продаже готовой продукции да мы видим что вот у нас появилось аналитическое раскрытие данного показателя построчно давайте посмотрим как это выглядит в системе закрыть выходим что хотелось бы сейчас отметить да то есть смотрите у нас как мы помним да то есть каждому виду отчетов может существовать несколько бланков как мы помним вот мы сделали импорт из excel такого красиво банка и сейчас мы видим даже у нас нет никого аналитического раскрытия просто показатели как бы нет пока вид без этих раскрыть параметры для каждого вида отчетов мы можем создать несколько бланков поэтому для того чтобы посмотреть каким образом сейчас отрабатывает это раскрытие я предлагаю следующее мы сейчас создадим новый бланк система нам предлагает да сразу на основании чего мы будем это делать да то есть это опять либо экземпляр отчета либо многопериодный бланк с одной таблицей мы выберем бланк многопериодного экземпляра отчета видим опять да что у нас чистое поле здесь не заполнено ничем свободу для творчества давайте создадим наш бланк создание бланка из структуры может осуществляться через кнопку волшебную палочку создать и создаем макет бланка система показывает нам какие строки она может включить в этот бланк то соответственно показывает какие колонки то есть это она видит и структуры которые у нас записано и кроме этого еще предлагают дополнительные функции следующие до добавить колонку с итогом по периодам соответственно и итоге эти вывести либо после раскрытия либо переда то есть как мы уже говорили его в начале отчета либо будет в конце и выводить аналитики в иерархии ставим эту галочку открыть сейчас объясню на что она влияет итоги нам не нужны потому что у нас это стартовый наши показатели поэтому эту галочку не снимаем применить вот мы видим автоматически сформированный бланк да то есть понятно что он очень сильно визуально отличается от того который мы имеем но мы видим да что у нас появилось явное отличие давайте посмотрим чтобы во первых предлагаем сразу записать чтобы у нас здесь был здесь по кнопочке дополнительно да то есть мы можем назвать наш бланк давайте назовем его системный то есть то тот бланк визуально который создает система видим что вот у нас появился дополнительный бланк галочка у нас показывает какой из этих двух бланков является основном основной если мы будем обращаться к многопериодному бланку по умолчанию поэтому по умолчанию у нас будет открываться все таки этот красивый бланк откроем его да и смотрим что на этом бланке нас никаких изменений произошло у нас бланки созданной системы мы видим что у нас есть аналитические раскрытия давай еще раз очень важный момент я подчеркиваю что бланки являются всего лишь визуализации нашего отчета до вида отчетов вида отчетов а вся структура у нас хранится непосредственно вот виде отчета здесь вот в этом справочнике обратимся к нашим бланкам значит здесь в принципе все понятно да то есть аналитическое раскрытие по строкам мы получили в дальнейшем если мы будем вводить какие-то показатели сейчас мы это посмотрим нам необходимо будет соответственно выводить это по номенклатуре вводить то есть по каждой номенклатуре конкретно теперь давайте посмотрим второй вариант да то есть каким образом мы можем добавить это аналитическое раскрытие уже в существующий бланк допустим мы не хотим потерять это форматирование то которое у нас есть и визуально он нам кажется нравится и мы хотим чтобы визуальная часть осталась прежняя но у нас появились дополнительные раскрытия для того чтобы в имеющийся бланк до вставить аналитическое раскрытие необходимо сделать следующее выделяем строку по которой нам необходимо сделать раскрытие далее пользуемся опять же вот этой волшебной палочкой создать и выбираем пункт область аналитического раскрытия система увидит да что у нас количество строк которые необходимо будет раскрывать одна да то есть здесь мы ничего не меняем собственно и не даст дальше нам предлагаются структуру аналитик вести как раз аналитическое раскрытие то есть добавляем и видим да что у нас помимо того что организации есть организация проекты сценарий да у нас появилась вот номенклатура ту которую мы вводили то есть система видит что у нас есть еще раскрытие по номенклатуре мы выбираем ее идем далее здесь можно установить некий отбор и сейчас пока мы этого касаться не будем но в дальнейшем посмотрим как это работает здесь мы можем также установить сортировку на при необходимости ну собственно все готово добавление аналитик сформировать единственное что здесь у нас есть один нюанс в том что если вы помните когда мы создавали этот бланк да мы в создании макеты говорили чтобы у нас аналитика была иерархии да поэтому у нас аналитика размещается в той же колонке в которой и само название показателя да то есть само название строки и она идет чуть ниже здесь получается при этом нет квалифика надо понимать да что у нас это не иерархичная добавилась она добавила просто раскрытие по строке и номенклатура у нас будет отображаться в этой колонке но поправить собственно это очень просто да то есть мы стираем вот это значение и вот это назначение курс копируем control-c control и 1 сюда здесь же до при необходимости мы можем значит отформатировать шрифт и так далее да то есть как мы говорили через свойства приукрасить уже то аналитическое ну то что мы сами добавляем руками к сожалению это надо уже будет делать здесь здесь сохраним чтобы крестик тоже контроль c контроль у нас все сохранилось сделаем и нам необходимо добавить еще аналитическое раскрытие по закупке да то есть делаем аналогичным образом создаем область аналитического раскрытия выбираем аналитику нуменклатуру и формируем дальнейшие действия точно такие же контроль c контроль v все область аналитического раскрытия у нас на этом бланке задано то есть мы сохранили форматирование общего бланка да при этом добавили область аналитического раскрытия нам остается его записать да и у нас получается что что мы сейчас имеем мы имеем сейчас два разных бланка это системный который создает машина на основании показателей это мы создали и через импорт и excel даст нужно красивым нам форматированием и дальше потом уже работаем через добавление непосредственно аналитик дальнейших там формул если какие-то потребуется еще для того чтобы отображать нужную вам информацию теперь предлагаю посмотреть как это работает системе переходим экземпляр отчета создаем экземпляр отчета выбираем наш базовые показатели управление отчетным периодом и хочу здесь да вот хочу здесь вот вам показать как раз ту часть да что по умолчанию у нас отображать в каком бланке у нас есть отображение да то есть у у нас поставились базовые показатели это как раз тот красивый вид который мы импортируем эксель но но в этот момент мы можем выбрать как раз вот здесь появился новый бланк наш системный да мы можем открыть то есть создать этот документ через этот системный бланк мы пока ставим наш который был простой многопериодный да окей вот что мы получили теперь давайте попробуем заполнить твойным нажатием мы пытаемся ввести значение что нам предлагает система да система видит что по данной строке у нас есть аналитическое раскрытие для того чтобы его зафиксировать нам необходимо будет выбрать определенные номенклатуру и для этой номенклатуры указать то значение которое нам необходимо добавляем открываем справочник которые и устанавливаем сейчас нам пока хватит мы видим да что у нас появляются аналитические раскрытие по данным строкам и наш значение сохранится такая же ситуация у нас по закупкам да здесь мы можем уже быстрее делать уже по имеющим то данным которые нам предлагают и то же самое мы имеем эту информацию собственно это практически того что мы добивались единственное что да визуально может быть здесь можно поменять шрифт но это уже украшательство которую вы сможете сделать сами то есть на нужном бланке просто зайти и поменять чтобы у нас показатель был в нужном формате учитывая что с точки зрения наших задач мы собственно достигли того что хотели то есть у нас есть аналитическое раскрытие и установка значений для того чтобы показать каким образом отрабатывают другие бланки я предлагаю на этом этапе заполнить показания и мы сохраним бланк чтобы данные у нас записались в систему и могли непосредственно дальше с ними работать здесь у нас да то есть мы видим что это все заполнилось ну что можем сразу еще посмотреть это то что допустим мы можем пометить да так как здесь пометить непосредственно для нашей номенклатуры и скопировать для всех значений последующих и сделать то же самое кроме этого да то есть вы знаете что мы можем здесь произвести изменение через процент то есть изменив данные которые у нас есть учитель некий процент либо на некое абсолютно значение допустим нас примерно 10 процентов цены вырастут мы планируем рост да то есть там применить на 10 процентов на цены выросли и дальше уже делаем трансляцию до конца периода но я предлагаю на этом остановиться давайте сохраним наш экземпляр отчетом сейчас данные у нас записались в систему все показатели которые у нас есть единственное что вы заметили скорее всего да это то что у нас некорректно отрабатывает вот эти две строчки да то есть учитывая что это у нас цены то суммировать по этой колонке нам абсолютно нет никакой необходимости сейчас я покажу как это можно исправить записываем закрываем у нас появился появился новый бланк сейчас мы его увидим секундочку мы обновим у нас появился новый бланк конечно мы будем работать непосредственно только с ним для того чтобы скорректировать итоговые показания по аналитическому раскрытию нам необходимо вернуться в наш отчет уточнил его структуру и посмотреть каким образом у нас устроены строки давайте значит вернемся не в строки посмотрим на наши показатели отчетов находим нужен нам показатель продажи готовы закупки на продажи готовой продукции цена и посмотрим какие здесь у нас есть характеристики характеристика которая нас сейчас интересует указана в самом низу вот вид итога по группе аналитик здесь у нас ничего не указано поэтому по умолчанию у нас ставится сумма да то есть что нам необходимо сделать вообще система предлагает для таких вариантов несколько да то есть видов вычислений это минимум максимум средняя сумма и итог по группе раскрытия не рассчитывается это как раз то что нам необходимо мы выбираем записать и закрыть и аналогичные настройки нам необходимо сделать для показателя закупки здесь тоже самое говорим что итоги переходим в карточку основное записываем записать и закрыть переходим у нас в экземпляры отчетов давайте их откроем снова чтобы у нас информация обновилась серване учетности анализ и экземпляры отчетов уберем сделаем фильтрацию по организационным единицам которые нас интересуют так удобнее работать не видим лишних экземпляров давайте попробуем открыть его да и смотрите что мы видим мы видим то что у нас система выдает ошибку и выдает именно ошибку по тому показателю по которым мы только что включили опцию не считать итоги да значит собственно давайте попробуем сейчас ее исправить это о чем это говорит это говорит о том что все таки вот эта структура отчетов которые вы изначально планируете да ее лучше планировать сразу заранее и потом уже создавать раскрытие а не наоборот как мы сделали это сейчас давайте перейдем на вид бланк подсчета откроем бланк который у нас есть да и первое что мы делаем просто отсюда отсюда удаляем итоге так как они визуально нам попросту не нужны да нужны не будут записать закрыть переходим в обзор отчетов эта ошибка сохраняется ну давайте попробуем обновить поля который у нас есть открываем наши показатели обновляем эти поля номенклатуры сумма продажи готовы продукции давайте сейчас попробуем открыть его и видим что ошибка сохраняется теперь давайте посмотрим все таки почему это происходит это очень интересный момент но он очень важен для понимания того как работает отчет и как необходимо строить работу именно со структурой отчета давайте посмотрим какие проводки у нас документ делать мы видим что отчеты движения нашего документа складывается из нескольких регистров их на самом деле очень много у нас интересует вот сейчас регистр показателей синтетика и регистр показателей отчетов 1 а вообще вот эти номерки они если вы видите да то есть очень ну ты они совпадают с нашими аналитиками соответственно так как у нас задействована только аналитика номер 1 да то есть все проводки как мы видим они у нас будут осуществляться по вот этому регистру средних значений показателей отчетов 1 да что же тогда у нас хранится значение показателей отчетов синтетика и мы видим что у нас значение показателей отчетов синтетика хранятся итоги да то есть мы видим что у нас здесь нет детализации по номенклатуре но зато есть тот итог который у нас был сформирован через наш экземпляр отчета что мы делаем сейчас мы сейчас сделали установку того что итоги вот эти рассчитываться не должны а они уже в системе у нас записаны именно эту ошибку нам системы показывает да вот ну это важно понимать что такие показатели и такие параметры необходимо устанавливать на самом старте да когда мы определяем значение того или другого показателя а именно его итоговое значение если у нас есть аналитическое раскрытие поэтому эту задачу мы будем решать другим образом так как по сути дела это не влияет на нашу работу да то есть нам необходимо просто чтобы эти показатели мы их не видели так как мы не пользоваться не будем до система их уже считают и будет считать значит значение сумму значит нам необходимо сейчас эту установку откатить ну давайте ради эксперимента что сделаем мы откатим эту установку следующим образом то есть мы возьмем нашу структуру отчета и давайте значит смоделируем всю ситуацию значит пока заходим показатели отчета и здесь выберем установку не рассчитывать да а давайте сделаем ну допустим пусть это будет у нас среднее значение да понятно что это может быть не задача того что необходимо сделать но и тем не менее давайте попробуем взять такую установку записать и закрыть и для продажи готовой продукции тоже установим вид итогов по группе аналитик среднее значение записать и закрыть и на всякий случай здесь тоже записать и закрыть мы поменяли в структуре наши отчетов установки давайте теперь посмотрим что у нас будет экземпляром отчетов да мы видим что экземпляр отчетов у нас открылся то есть у нас не выдается та ошибка то есть у нас некое значение прописано в системе и она же должно быть отображено на бланке то есть ошибки не возникает каким образом мы решили собственно свою задачу мы решили свою задачу путем того что просто удавили удалили видимость этого показателя из итогов да и мы здесь его не видим давайте теперь попробуем понять да насколько мы наше было правильное предположение по расчетам итогов давайте сделаем следующее значит здесь так как раньше у нас рассчитывалась сумма да то есть мы ожидаем увидеть здесь значение 8 500 кстати да вот здесь внизу мы можем смотреть у нас здесь есть сумма количество значений просто выделение мы можем проверять то есть до того как у нас мы изменили значение на среднее у нас итоговое значение вот этого показателя здесь складывать да и должно было быть записано 8 500 давайте сделаем ну хотел можно собственно оставить так как и есть да единственное что нам необходимо перезаписать эти значения для того чтобы провести перезаписание экземпляра отчета вот мы первым делом должны разрешить его редактирование давайте смоделируем и делаем 3 500 вручную идем да заметьте что когда мы вводим эти значения уже на уровне налички да нам не требует не открывается диалоговое окно а мы это можем сразу руками нить непосредственно в таблице да для того чтобы ввести новое значение нам потребуется соответственно двойное нажатие сюда и добавление аналитики теперь записываем данный отчет давайте еще на всякий случай давайте сделаем общий пересчет и записать и закрыть давайте посмотрим что же теперь мы имеем в наших регистрах да вот смотрите да то есть получается это у нас итоговый регистр да то есть здесь у нас показатели остались прежний до 3 500 и 5 значит джинсы и кроссовки да по январю в итоговых значениях что мы наблюдаем а в итоговых значения мы видим что у нас никакими 8 500 у нас здесь произошел расчет среднего то есть то что мы установили да то есть это мы можем заключить то что данная установка работает следующим образом то есть итоги система вычисляет но вычисляет согласно тем настройкам которые мы указали на текущие настройки у нас соответственно указаны вычисления по среднему соответственно минимальные и максимальные значения в итоговой таблице будут записывать соответственно внимание максимально но это не наша задача мы просто параллельно посмотрели до функционал как его отрабатывать система отрабатывает все верно с исключением того что если вы не хотите собирать итоги по аналитическому раскрытию то данный показатель нужно устанавливать непосредственно в тот момент когда вы создаете вид отчета сразу до момента того как вы запишите хотя бы один из экземпляров отчета это вообще очень важно дату важное понятие такое что есть определенное ограничение то есть пока вы не записали не один из экземпляров отчетов вы можете довольно таки кардинально менять как структуру видов отчетов так и сами бланки да ну бланки в принципе так как эта визуализация с ними можно довольно таки внутри стих серьезно менять вот а вот вид отчета да как мы сейчас увидели после того как зафиксирован один из экземпляров просто так заменить уже будет затруднительно потому что система фиксирует уже данный непосредственно через уже документ экземпляров отчета вот таким образом мы посмотрели до сегодня каким каким образом можно сделать аналитическое раскрытие по строкам показателей да то есть это непосредственно через структуру наших нашего отчета ведя каждому показателю дополнительную аналитику да и для необходимо данное раскрытие отразить на бланках да то есть как бы и добавить в этом случае у нас система создавала бланка и он автоматически создается с нужными раз нашим нам раскрытиями для этого бланка мы непосредственно вручную добавляли раскрытия и тем не менее это все работает поэтому какой из этих вариантов вам будет более комфортен это выбирать уже вам надеюсь что данная информация была полезна я думаю на следующих занятиях мы посмотрим более глубокое изучение бланков отчетов и также подключение дополнительных банков большое спасибо до свидания